В эти дни в Твери проходит молодежный форум «Soft Skills» и «Новые медиа». В его рамках в столицу Верхневолжья приехали авторитетные спикеры из Москвы, которые готовы поделиться своими знаниями с молодежью. Участники проекта участвуют в увлекательных лекциях, мастер-классах, тренингах и других интерактивных занятиях. Молодежный форум «Soft Skills» и «Новые медиа» по инициативе руководителя Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлии Сарановой проводит Российское общество знания. Мы видим, что Российское общество знания выходит на какой-то новый этап развития. Я считаю, что Тверь – это уникальная территория, которая на самом деле свой потенциал должна в этой части наращивать. Мы уникальный культурный, уникальный образовательный центр. У нас четыре высших учебных заведения. Форум проходит с 26 по 28 августа. Первые занятия состоялись в технопарке «Кванториум». Специально для этого в Тверь приехали авторитетные спикеры из Москвы. На первых занятиях речь шла о медиакоммуникациях. Говорят про коммуникацию с людьми. Она очень важна как в медиа сфере. Соответственно, неважно, занимаешься ты Инстаграмом, ТикТоком, чем ходишь. В любом блоге это очень важно. Общение с людьми, контакт с ними, правильно ставить речь свою. Для Полины это не первый форум. Раньше она уже училась у профессионалов развитию медиа. Благодаря этому у нее получилось развить свою страничку в популярном приложении ТикТок и набрать почти 70 тысяч подписчиков. Учиться никогда не поздно, прослушать лекции и стать участниками интерактивных занятий в Твери могут все желающие. Огромное спасибо Обществу Знаний, организаторам и Юлии Владимировне за то, что предоставляется такая возможность. И самое важное, данный форум молодежный будет проходить три дня. И любой желающий может принять в нем участие. Заходите на сайт Общества Знаний, заходите в группу ВКонтакте Общества Знаний, вступайте, смотрите, участвуйте. Бизнес-консультанты, маркетологи, психологи и другие специалисты расскажут о социальном предпринимательстве, правилах успешного нетворкинга и построении личного бренда. Подобные встречи российское Общество Знаний проводит по всей стране. Просветительский проект получил название «Умные недели». Редактор субтитров А.Семкин